В Киеве расследуют громкое убийство. До поздней ночи криминалисты. Следователи работали в доме на проспекте Правды, где был расстрелян у дверей собственной квартиры известный украинский политик Олег Калашников. Он был депутатом Рады, сторонником президента Януковича и после государственного переворота перешел в оппозицию. Один из основателей антимайдана, защитник ветеранов и их традиций, он стал объектом внимания спецслужб и органов. Алексей Кряквин о загадочной смерти оппозиционера и череде похожих случаев. Следователи экспертной группы закончили работать на месте гибели Олега Калашникова далеко за полночь. Напрашивали соседей, в подъезде снимали отпечатки пальцев. Калашникова застрелили накануне около половины восьмого вечера прямо у двери собственной квартиры на проспекте Правды. По данным МВД Украины, предположительно, нападавших было двое. Стрельбу услышали соседи. Смог ли кто-то увидеть нападавших, не сообщается. В подъезде, где жил Олег Калашников, есть консьерж. Ольга Цымбал утверждает, что никого не видела. Да и в подъезде есть второй вход. В последний раз видела его перед тем, как приехала милиция. Думала, что у него сработала сигнализация. Так раньше бывало. Потом пришел участковый и сказал, что убили Калашникова. Я тут всех знаю наперечет. Никого я не видела. Вплоть до того, как тело Олега Калашникова не увезли с места убийства, в подъезд пускали лишь местных жителей. Следователи отказались сдавать комментарии. Расскажите, что это. Лучше не хватит. Ну вы просто поездзвину. Версии следствия на своей странице в фейсбуке высказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он написал, что среди основных рассматривается политическая деятельность Олега Калашникова, его интересы в бизнесе. Без сомнений, покойный очень много знал о том, кто и как финансировал антимайдан, который стоил Януковичу и его комарили несколько миллионов гривен в день. Эти тайны он унесет с собой в могилу. Но ни один Калашников много знал о том, кто и как финансировал антимайдан. Как говорится, рукописи не горят. По данным киевского издания, украинские новости в последнее время Калашникову угрожали расправой. Утверждается, что за день до смерти он отправил электронное письмо одному из своих друзей, где писал о преследованиях за политические взгляды. Открытые геноциды на Камыслие, угрозы физического уничтожения и постоянные грязные оскорбления за открытый призыв к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне стали нормой в оккупированной нацистами сегодняшней Украине. Этот подарок я получил 13 апреля вместе с очередной порцией угроз и оскорблений. Я лично выдержу и подобный формат унижений, и открытых призывов к расправе на бытовом уровне, которым пронизаны все подобные информационные действия. Олег Калашников был известен и как один из организаторов антимайдана. Движение, которое пыталось противостоять сторонникам произошедшего на Украине переворота. Критиковал принятые украинским парламентом законопроекты, в частности о запрете коммунистической идеологии. Убийство Калашникова очень укладывается в эту общую зачистку политического пространства, который приписывают правящему режиму. Олег Калашников возглавил сопротивление так называемому антикоммунистическому закону, принятому 9 апреля, и призвал всех ветеранов, всех времен, всех родов вольств, широко отпраздновать 70-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Калашников известен своей решительностью и своей бескомпромиссностью. Соратники Калашникова уверены, ответственная за смерть политика лежит на нынешней украинской власти. То, что серия таких событий сегодня имеет место в Украине, это оценка сегодняшней власти, которая не может обеспечить безопасность гражданам Украины. Идеологические противники Калашникова прокомментировали убийство небеззлобной радости. Вот что написал на своей страничке в Фейсбуке один из приближенных олигарха Игоря Коломойского, когда-то помогавший ему отсуживать имущество конкурентов, потом создавший карательные батальоны, а теперь возглавляющий комиссию по приватизации Верховной Раде Борис Филатов. Говорят, что еще одну мразь пришили. Более всего я бы хотел, чтобы это были не разборки за долги, не заметание следов, а наш бандеровский классический аттентат. Аттентат означает покушение. Один из официальных террористических методов организации украинских националистов ОУН, действующие на Украине в годы Великой Отечественной. Некоторые из аналитиков связывают воедино череду подозрительных смертей, произошедших на Украине. При странных обстоятельствах погибли как минимум семеро представителей в прошлом правящей партии регионов или высокопоставленных чиновников. Так, в январе в Киеве застрелился бывший замдиректор администрации железных дорог страны Николай Сергеенко. В феврале из окна 17 этажа выбросился бывший зампред фракции регионалов экс-глава фонда госимущества Михаил Чечетов. А в марте застрелились его однопартийцы Станислав Мельник и бывший руководитель запорожской администрации Александр Пеклушенко. Расследование убийства Олега Калашникова под личный контроль взяло руководство МВД Украины. О первых его результатах должно стать известно уже сегодня. Алексей Крягвин, Киев, Первый канал.